Легендарный альманах «Хочу все знать» получил второе рождение. Четверть века спустя книгу выпустило издательство «Дед Гиз» при поддержке компании «Русгидро». Многие помнят этот научно-художественный сборник, который с 1957 года на протяжении 33 лет знакомил юных читателей с достижениями в различных областях науки, техники, искусства. Сейчас новый альманах презентует в 18 регионах страны. Первыми счастливчиками, которые познакомились с умной книгой в Чувашии, стали учащиеся двух чебоксарских школ. Помните, орешек знаний тверд. Нам расколоть его поможет журнал «Хочу все знать». В Национальной библиотеке хранятся несколько старых выпусков альманаха. В свое время они зачитывались буквально до дыр. Нынешние дети эти сборники никогда не видели. Значительная часть нового «Хочу все знать» составлены из статей по самым разным темам, напечатанных в прошлом веке. Оригинальные публикации дополняют комментарии современных авторов. Руководитель Чувашской энергосботовой компании Константин Афанасьев вспоминает, как благодаря журналу выиграл свою первую олимпиаду по физике. Я очень рад, что та компания, в которой я тружусь, поучаствовала в выпуске, даже не в выпуске, а в восстановлении выпуска этого альманаха. И я думаю, что я действительно считаю, что она вам поможет в подготовке к каким-то своим мероприятиям. Новый выпуск «Хочу все знать» вышел тиражом 10 тысяч экземпляров. Это очередной совместный проект с создательством ДетГИС в рамках благотворительной программы «Чистая энергия». Наряду с большой книгой о том, как все устроено в мире, энергетики представили книгу с современной детской поэтессой Анастасией Орловой «Речка-речка. Где твой дом?» о 29 реках России. Комплекты этих изданий передали национальные библиотеки. Теперь почитать статьи обо всем на свете смогут любознательные ребята во всех районах Чувашии. Получите вот такую скромную от нас благодарность от всей души. И мы рады, что вот именно год литературы библиотеки пополнится. Это, я думаю, первые книги в этом году новые, которые получит каждая библиотека. Познавательные книги пополнят и фонды школьных библиотек. Ребята узнают, на каком языке разговаривать с инопланетянами, попытаются познать тайны Вселенной, разгадать загадки окружающего мира, выяснят, во что обходится Земле энергетическое благополучие. Прямо на встрече краткий экскурс в мир научных приключений организовали для них старшеклассники 2-го лицея. Вопросы познавательной викторины составлены по тематике сборника. И сигнал идет. Сигнал доходит до Марса. Мы отмелься не услышали сигналы? Активных и сообразительных поощряли книгами. Огромный интерес вызвало шоу веселых опытов по физике и химии, который проводил любитель науки Фиксик Нолик. Пенопласт, пенопласт, удачно поплавать тебе. Что он помещается в тарелочку? Тут рассказали очень много интересного. Мы узнали что-то новое. И рассмотрели разные опыты, которые очень заинтересовали. Я обязательно проведу их дома. Лидия Галактенова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.